Глав муниципальных районов Хабаровского края учат, как действовать в сезон паводков и лесных пожаров. Учебные сборы проходят в рамках всероссийских учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сборы в районе имени Лазо рассчитаны на два дня. Сегодня специалисты МЧС показали, как бороться с ледовыми заторами. Репортаж Арины Солдатенковой. Специалисты МЧС проводят чернение реки Кия. Весной эта процедура проводится регулярно. Песок нужно рассыпать в места, где толстый лед и где обычно возникают ледовые заторы. Темная смесь притягивает солнечные лучи и лед начинает таять быстрее. Лед режут, чтобы во время ледохода на реке стало меньше заторов. Из-за них весной поднимается уровень воды и топят жилые участки. В крайнем случае специалисты МЧС подрывают лед. Это затратная процедура и ее выполняют только специально обученные люди. Показательные учения посетил губернатор Михаил Дегтярев. Он отметил готовность региона к паводкам и пожароопасному сезону. Тем более после прошедшего циклона специалисты ожидают подъем уровня воды. Паводок этой весной не исключен в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском районах и районе имени Лазо. Силы и средства полностью у нас готовы. Общая группировка 5700 человек, техники 1700 единиц заготовлены. Все в общем-то у нас идет планово. Здесь самое главное нам глав районов и городов подготовить. Такие учебные сборы с участием глав районов проходят в регионе в третий раз. Представителям районов объясняют, какими ресурсами на случай ЧАЭС они обладают, чтобы как можно быстрее ее предупредить и ликвидировать. Так весенние паводки в Верхнебуринском районе случаются ежегодно. Там разливаются реки Бурея и Ургал. Мы, конечно, не хотели бы столкнуться в этом году, но я чувствую придется, потому что зима снежная, населенные пункты в зоне паводка. Будем работать с учетом этого опыта. Главам районов напомнили, как правильно проводить эвакуацию населения из подтопленных домов и как организовать временный пункт размещения. Второй день учебно-методических сборов будет посвящен пожароопасному сезону. Руководители муниципалитетов научат, как защитить населенные пункты от огня, а специалисты МЧС инсценируют тушение лесного пожара. Арина Сладотенкова, Павел Легалин, Телеканал «Губерния». Арина Сладотенкова, Павел Легалин, Телеканал «Губерния»